Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин проводят с вами это утро. Всем здравствуйте. И то, как мы и анонсировали, и обещали в нашем эфире, певица наша любимая Саманта Тина. Саманта, привет! Привет! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро всем! Королева ночи идет, кровавая луна поднимается. Ну, можно уже в прошедшем времени сказать, вот она пришла и поднялась. Это не просто так, это я цитирую песню Саманты, с которой Тина выступит на конкурсе Евровидения буквально через месяц. В 18, если не ошибаюсь, мая это произойдет. Moon is rising. Саманта, может быть, сразу вопрос, вот насколько было сложно, поскольку в прошлом году не было Евровидения, его отменили, вот эти новые правила. То есть нужно было готовить новую песню. Вроде все было сделано, и клип снят, и найден имидж, и песня, с которой ты победила. Супернова. Вот насколько было это вызовом, сделать песню, не повторяясь, сделать что-то совершенно другое, новое, яркое, интересное? Вы абсолютно правы. Это было очень-очень сложно, потому что я знала, что в этом году все будут сравнивать песню Still Breathing с 2020 году и новую песню. Потому что все как бы ожидают сразу. Ну, было вот что-то такое вау-вау-вау. Были такие люди в прошлом году, которые были по двумя сторонам. Те, которые обожали песню, и вторая сторона была те, которым очень не нравилась песня. Но это уже было хорошо, потому что не было середины, которые не знали, какая песня у Латвии в этом году. Так что все были просто как бы или в позитивном, или в негативном шоке. Но в этом году все ждали что-то похожее. Но я, когда мы начинали работать над этими песнями для Юровидения, я говорю песнями, потому что мы сделали вообще 11 демо разных. Мы сделали такой songwriting camp на два дня, где сделали эти потенциальные песни для Юровидения. Тогда были 11 команд и 11 демо сделали. Но самое интересное, что эту песню мы сделали на первый день, и я эту песню первую как бы в студии запела. И я вообще не могла его никак из головы просто больше выбросить. Но я всем уже, когда мы начали над этим работать, говорила, нам не надо ни в каком случае сделать что-то похожее на предыдущий год. Но никак. Нам это не надо. Мы лучше не сделаем и не надо. Нам надо что-то другое, новое и свежее. Но оставляя мой характер о том, что я хочу говорить. Я считаю, нам очень хорошо получилось. Отлично. Мы тоже так считаем. Отлично, отлично. Отлично, отлично, что вы первые начали об этом говорить. Мой вопрос очень простой. Почему выбор пал именно на эту песню? Потому что она неоднозначно воспринята. И ее посыл. Я, например, поддерживаю. Сразу говорю, я солидаризуюсь. Но объясните. Опять же, сейчас сравним, правильно ли я понял этот посыл. Что вы хотели выразить? Какие мысли донести через эту композицию? Которая буквально через несколько минут, кстати, прозвучит в нашем эфире. Самый главный смысл и мысль этой песни, то, что я за равенство. Я считаю, что... Конечно, я иду опять в свою историю про сильных женщин. Women power. Мы разные, но иногда в наших дни то, что мы выделяемся, отделяемся от стандартов, все в основном нас как-то отталкивают. Я за равенство, то, что мы уникальны с нашими отличиями. Я хочу, чтобы все были равны в этой обществе. И я, и песня про это. Значит, я понял исключительно верно. И, как я уже сказал, я полностью солидарен с главным посылом этой композиции. Да, сейчас, секунду. Я хотел спросить, насколько интересно пытаться исполнять музыку на разных языках. Потому что я знаю, что вот прошлый проект с Маркусом Ривой, латышская версия, есть русская версия. Они по-разному как бы сосуществуют. На Ютюбе их можно тоже посмотреть. Вроде бы клип один, но разные языки здесь. На английском языке. Вот какой язык более близок, с каким языком интереснее работать с песней? Потому что редко встретишь все-таки не так много исполнителей, которые сразу могут исполнять на нескольких языках. Ну, нету сразу так, что пошла в студию и все запела как бы сразу на русском, все сразу запела на английском. У меня тоже есть, и на русском есть акцент, над которым иногда кто-то смеется, но говорит, ну, это у тебя такой приятный акцент. И так с английскими есть тоже. Например, когда я училась в музыкальном школе в Лондоне, тогда я привыкла как бы к британскому акценту. И когда надо запеть песни на английском, тогда мне чуть-чуть путается, где американские и где английские акценты. И поэтому мне там тоже как бы чуть-чуть проблемы, но я их как бы принимаю и учусь, чтобы все было в одном акценте, чтобы не было этой разницы такого дико слышно. Ну, я обожаю всех языков, мне очень нравится, я и пела на итальянском, и хотелось бы еще на французском научиться опять. А что, останавливает? Ну, кроме пандемии. Ну да, ничего не останавливает. И на литовском пела, тоже нравится, все нравится, надо просто учиться. Я считаю, что артист должен знать языков, и чем больше, тем лучше. Как приятно с вами общаться. Замечательно. А расскажите, пожалуйста, песня Евровидения, русская версия появится? Вы планировали ее записать, нет? Ну так, на всякий случай. Извините, какую версию? Русскую версию, песню, с которой вы выступите на Евровидении? Ну, очень как бы неплохая идея, но про это я буду думать после мая, после 20 мая, когда Латвия выходит на выступление. Для Латвии второй полуфинал и 22 финал. Ну, когда я вернусь, тогда я буду про это думать. Неплохая идея. Слушатели тут, я понимаю, вы, может быть, немножечко шутят, говорят, что на китайском, поскольку китайский самый сейчас, может быть, окажется популярный вызов такой. Можно представить? Я согласна, 100% китайский. Ну, может быть, в этой жизни нет. Но если будет такой шанс и задание, почему бы нет? Надо будет сделать. Саманта, немножко хотелось бы затронуть такой неприятный аспект, уж, простите, заранее, но любопытно. Среди ваших критиков конкретно вот этой композиции и визуального образа, то, что называется, ну, то есть люди посмотрели клип, вы сами с этого начали. Кому-то нравится, кому-то не нравится, ну, вот кому-то не понравилось. И проскочила такая мысль, что проблема в том, что нет в Латвии всенародного голосования за песни, с которыми выступают. Ну, в этом году, имеется в виду, там выступают. Как вы считаете, вот если вынести за скобку вас, как исполнителя, который, собственно, едет представлять страну, на ваш взгляд, это действительно должно быть всенародным голосованием или достаточно доверять мнению профессионалов? Вы по поводу этого года, что я буду представлять Латвию? Я по поводу... Нет, ну, до этого же социального года. Есть ли смысл возвращаться в следующем году к всенародному голосованию, чтобы действительно Латвию представляла вот народная в хорошем смысле, в массовом смысле песня или достаточно, чтобы профессионалы выдвигали? Ну, эта ситуация для всех была что-то новое. новое для всей общества, для меня, для латышского телевидения, который организует этот конкурс. Все не знали, как бы в этом году, что и как делать. Для меня это что-то тоже новое было, потому что мы всегда привыкли, что каждый год делается отбор национальный, потом все голосуют, и потом едет победитель. В этом году было чуть-чуть по-другому. То, что я могу сказать, я могу сказать только то, что я очень благодарна, что мне дали второй шанс. Все остальное, я как бы говорю, я очень сосредоточена на том, что я через месяц буду уже уезжать в Роттердам, и мне, как бы, я не могу уделять свое время на какие-то негативности, там, споры или что-нибудь такое. У меня есть свой цель, я иду к нему, и для меня сейчас только это важно. Ну, и удачи, и успеха. А кто ставит номер в Роттердаме? Кто придумывает костюмы, имидж, вот именно вот выступление на самом Евровидении, кто помогает? Ну, вся моя команда. Ну, сперва я. Делаю акцепт или не акцепт. Это, как бы, все по-большому уже готово. Как бы, страна уже знает и знает, в каком цвете будет костюм. Это будет зеленый, потому что, как бы, большинство знает, что я, как бы, чуть-чуть сошла с ума с зеленым цветом. Да, костюм будет зеленым, уже готов, очень богатый костюм будет. На вышивание вообще ушло более 200 часов, потому что вся ручная работа будет очень-очень яркой. Как бы так. Будут ли латвийские фанаты группы поддержки, я, насколько знаю, сейчас все-таки разрешили, будут зрители на Евровидении поедет ли какая-то фанатская группа поддержать? И в продолжение вопроса еще один нюанс. Ваша первая мысль, ваша первая реакция, когда вы узнали, что все-таки живые зрители будут присутствовать, в этом зале выступать не перед пустым, а вот полным все-таки, аудитории полной. Ребята, знаете, как я вообще сперва обрадовалась вообще, что я узнала, что все будет, все будет там на месте, что мы едем, и слава богу, потому что я говорю, если ты не можешь поменять ситуацию, ты должен менять отношение к ситуации. Я уже приняла то, что я поеду на большой сцене, и там не будет зрителей. И вот просто вот надо эти мысли как-то отпускать, они сами придут. И вот так случилось, что я узнала, что будет зритель. Я была уже дума, ну что еще, что еще. Ну просто очень-очень обрадовалась, потому что мы все артисты, музыканты очень соскучились по аудитории, чтобы обменяться этой энергии и сцены, и с зрителями. Ну это ощущение, я не могу даже словами вам передать, как я, насколько счастлива, насколько рада. И знаю, да, что из Латвии даже приедут кто-то на Роттердам, потому что сейчас как бы объявили, что это будет возможно. Но насколько это будет возможно, я не знаю. Я думаю, что там будет какое-то ограниченное, сколько можно будет там оказаться, эти зрители. Ну что же, мы тогда действительно желаем удачи и удачи, успехов. Жаль, нельзя с ним голосовать. Будем держать кулаки. Саманта, удачи, только удачи. Я так понимаю, сейчас прозвучит композиция, да, на всякий случай, сейчас прозвучит в моем исполнении, отнюдь не музыкальном, но перевод для лучшего понимания, о чем идет речь, отказ от надежды, перевод припева, отказ от надежды. Это не мое, зависть это не мое, если тебе есть что сказать, скажи мне это в лицо. И мы говорим в лицо, Саман Тетини. Саманта, вы большая умничка. Удачи. Удачи. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.